И вот наши коллеги, которые вам тоже уже знакомы, и к которым я ездил в Петербург, как я рассказывал, чтобы на месте посмотреть, как двигается работа, по нашей прежнему приехали в очередной раз сюда, с тем, чтобы познакомить вас с нынешним этапом своей реставрационной работы. Ну, я рад предоставить вам слово. Пожалуйста, как вам удобнее встать, или чтобы... Я. Ага, ну давайте. Сейчас мы вам показываем... Это картон центральной части, овала, который... Натуральное величину, вот он такой. Вот это будет тот самый центральный овал, на котором изображена свитая цитерия. Значит, была найдена подлинная черно-белая фотография. Значит, изначально мы имели такие нечетки, и под углом, который не позволял, так сказать, понять вот все эти адресы и поворот головы, потом нашли фронтальную фотографию, и уже с нее, соответственно, был перенесен на масштаб подлинный вот этот центральный медальон. Это что, было при Сапонове, да? Да, да. Этот витраж был разбит взрывной волной во время последней войны. Бомба упала на территории Гитиса, там разрушила один флигель. И вот тогда он рассыпался, собственно говоря, этот витраж. Когда мы рисовали саму Цицилию, возникали из них определенные сложности, которые были связаны с тем, как вернуть голову, как немножечко поднять к небу глаза для того, чтобы не переборщить, да, чтобы она не стала слепой. И вместе с тем показать, что она сейчас принадлежит скорее не этому миру, а другую штуку. И вот, в конце концов, вот это не с первого раза, то есть долго мы снова, долго мы учились, нашли вот этот вариант. Естественно, мы обращались к изображениям Святой Цицилии, в основном, конечно, живописным, да, которые делались и в XIX веке, их много было сделано. И, естественно, соблюдались какие-то геномические моменты, которые мы обязательно должны переучесть. Кроме того, сейчас можно вам показать неркатуральную вещь, цветной картон, бедража полностью. Вот здесь вот в центре медальон с отображением Святой Цицилии. Давайте в центре немножко вынесем, что надо. Святой Цицилии с ангелами, вот. А по краям, по краям, это ордометальное поле, выполненное в традиционных фильмах, с зубцово-паячного витража. Я хочу отметить, что когда мы начали работать с этим витражом, нам достаточно много приходилось заниматься разными срезы скабельствами. Во-первых, нам сначала пришлось выяснить, а кто же, какая мастерская более 100 лет назад этот витраж сделал. Вот. Мы это узнали. А затем, благодаря вам строю, удалось найти проект воссоздания витража, по-моему, на 20-летней давности. 20-летней давности обмерные чертежи, чтобы справиться там. И борз... И воссоздание всех цветов. И борз... И борз... Косточку старых, подлинных стекол от вашего витража Святая Цицилия. Вот сейчас у меня в коробочке лежат вот эти стекла, старые, подлинные. И мы, взяв эти стекла в руку, поехали на большой склад стекла за границей. И там мы к каждому осколку подбирали, пытались, с трудом, конечно, подбирали современные аналоги стекла. Это было не очень просто, потому что более 100 лет прошло, такие стекла, естественно, не выпускаются. Мы подбирали аналоги максимально положие. Вот. Естественно, мы смотрели палитру стекла не одного производителя, а всех производителей, которые делают достойное стекло на нашей планете. Вот. И я могу показать сейчас... Не нам не показать. Да. Вот здесь стекло... Вот это маленькое, это старинное стекло, но, к сожалению, на картоне не определенного места. Вот. Вот здесь, видите, то, которое погрязнее, это старинное, а то, которое почище, это современный аналог. Да, это красиво. Только будьте осторожны, имейте в виду это стекло, это стекло, и оно может и разбиться, и оно может еще и вас поразить. Вот. Вот. Скорее, стекло, вот современный аналог. А разница? Ну, скорее, оно может быть, если его... Нет, оно просто более... Я просто рассказывал тем, кто не был. Просто, да, повторю, что вообще, когда был распитный драж, то во время войны нашли, так сказать, и время, и силы собрать все эти осколки, поместить в ящики и спрятать. И эти ящики хранились до 90-х годов 20-го века, когда новое руководство консерватории все это выкинуло просто. И, соответственно, остались только те стеклышки, которые один специалист из госпроекта 2 взял, что называется на всякий случай, с собой. И вот у него они и были обнаружены. Значит, мы можем быть уверены, что в середине мая вы уже привезете готовую свою продукцию, и, соответственно, мы вас будем иметь возможность пригласить на торжественное открытие конкурса Чайковского с тем, чтобы вы сами полюбовались, как это будет. Да, все будет нормально. Если будет роман. Хорошо. Я думаю, что мы оценили, помимо чисто информативной части сегодняшнего нашего такого представления, еще и горящие глаза, да? Потому что это очень важно для людей искусство, что это все не безразлично. Поэтому нам спасибо.